От анимации в программах, предназначенных для архитектурной визуализации, до анимации в программе проектирования. Такое, однако, возможно. И обо всём поподробнее. Всем привет! С вами Джоник Икс. Перед нами главный окно программы с готовой моделью здания. Анимация в архикаде, другими словами, облёт объекта камерой, отличное дополнение к программе, особенно в сочетании с механизмом визуализации Sign Render. О данном же уроке будут разобраны в настройке камер. Приступим. Когда готов проект, в панели инструментов заходим в документ. Инструменты документирования, камера. Происходит переход на план этажа, где можно разместить две и более камер или точек обзора. Порядок размещения таков. Сначала камера, затем цель обзора камерой. Для примера сойдёт и две камеры с одной целью обзора, домом. Эти камеры отображаются на всех планах, так как в них встроены определённые настройки. Сначала размещение. Каждую камеру можно двигать, щёлкнув левой кнопкой мыши по ней. Кроме того, для редактирования доступна траектория движения между камерами. Точка редактирования, точнее две, находится у второй камеры и отвечает за сглаженность перехода. От настроек размещения на плане к внутренним настройкам. Чтобы зайти в них, выбираем любую камеру, правую кнопку мыши, параметры камеры. Или жмём горячей клавишей Ctrl-E, где E русская. Открывается окно. Параметр камеры. В параметрах предусмотрено удобное переключение между камерами. По аналогии со SketchUp здесь можно задержаться на той или иной камере. Создадим траекторию облёта камеры дома с постепенным поднятием. Продолжительностью 3 секунды, частотой 30 кадров в секунду. Без задержек на самих камерах. При отличном расположении камер на плане, за это отвечают такие параметры, как высота камеры и высота цели. В ином случае можно воспользоваться параметрами расстояния, дублирует возможность изменять расстояние между камерой и целью, и азимут, поворот камеры на плане. Конус обзора здесь работает, как широкоугольная камера, а угол наклона – вращение изображения в камере. Приступим к построению. Камера 1. Ожидать 0 кадров. Начальный вид на дом будет снизу, поэтому высота камеры ниже, чем высота цели. Оставим цель без изменений, а высоту камеры понизим до значения 2000. Камера 2. Вид будет сверху, поэтому высоту камеры меняем до значения 15000. Теперь перемещение между камерами. Жмем на кнопку «Траектория». Открывается новое окно. Здесь можно поменять имя траектории, привлечение камеры, вариант перемещения и количество кадров. Так как на выходе нужно получить 3 секунды видео с частотой 30 кадров в секунду, то по вычислении получаем 90 промежуточных кадров. От построения анимации к экспорту. Панель инструментов. Произвести съемку. Открывается новое окно «Съемка», в котором выбираем источник рендера. 3D-изображение – съемка 3D-окна с сохранением ток его размера. Или фотоизображение – съемка с настройками механизма визуализации с применением SignRender, к примеру. И подбор разрешения видео. Результат. Типы выводимого материала. Если источник 3D, то доступно видео и изображение с 3D-вида, а также сохранение траекторий для последующего импорта в программы визуализации. Например, ArtLinesis. Если фото, то только видео и изображение. По аналогии с типами вывода видео в Lumion и Twinmotion. Частота кадров. Частота выводимого видео, в данном случае 30 кадров в секунду. Вывод кадров. Ключевые или камеры, промежуточные или траектории. Все кадры или же свой диапазон. Вроде бы и все, но, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Архикад понимает и предоставляет возможность посмотреть на конечный продукт, не экспортируя его через кнопку «Показать». Показ в любой момент можно отменить. Из минусов можно ответить сравнительно схожее время на обработку кадров при предварительном показе и окончательном экспорте. В отдельных случаях показ может затянуться надолго. Тогда отмена будет в самый раз. Ну и само собой, премьера студия, это разрешение 3D вида. При желании окно 3D вида можно увеличить и получится вот такой вариант. А теперь источник фото. Делать облез зданий в архикад – дело каждого. На этом же урок подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!